всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре клейбер топовый французский эсминец прокачала ветку уже давно но на клейбере после прокачки забросил играть так и не сняв обзор про него хотя промагадор у меня обзор снятый ветка мне особо сильно не заходит поскольку это геймплей типа хабаровска не такой геймплей сменцы не нравится но в принципе клейбер это прямой конкурент хабаровской даже лучше хабаровска начнем с модернизации первом слоте я взял основное вооружение во втором за уголь взял особую модернизацию на форсаж третьем слоте система наведения в четвертом рулевые машины в пятом система маскировки так в шестом слоте взял орудия главного калибра поскольку это единственная полезная модернизация на данный эсминец по перкам я взял первую очередь это профилактику затем из последних сил после базовую огневую и маскировку после чего там прокачал уже и взял мастера борьбы за живучесть усиленную огневую взял и на последние очки взяла отчаянного это так было на всей ветки но на десятки я переделал этот билд и просто изменил отчаянного на мастера наводчика а мастера маскировки поменял на радио пеленгата и таким образом это самый быстрый контур эсминец которые есть эсминцы от него убежать не могут поэтому взяв пеленг я просто на форсаже или бывает даже просто без форсажа догоняю в любом случае эсминец но без пеленгатора я просто не знаю в какую сторону за ним гнаться но по пеленгу просто тупо идешь вперед догоняешь эсминец и разбираешь его на ггк поэтому ближнем бою нужны маневренные башни чего клебера нету и вот в таком билде я в общем гоняю эсминцы но это конечно в том случае если нету авика и прочих других опасных противников например таких как и венеция и тому подобные там минотавры с рлс в общем такой билд не дает настреливать много урона но зато топ взять в команде соответственно можно на победу этом возможно сильно не сильно повлияет но уничтожение одного-двух эсминцев это вам гарантирует именно такой билд башнями и радио пеленгатором вот скриншоты с другого боя его не записал остались только скриншоты как видите 90 тысяч урона настреляны немного помог захватить точки одну точку захватил сам плюс настрелял цитадели с крейсеров занять прямо первое место не получилось минотавр сыграл немножко лучше чем я но все-таки топ-2 и с таким разрывом от третьего места в принципе довольно таки эффективно и сыграно с этим билдом вот урон который я настрелял на дыма непонятно стоячая мишень двигатель форсированным нашими который самый низный на уровне удалось настрелять 13000 как мне это удалось просто нашел по радио пеленгатору и догнал под форсажем применил расходник на перезаряд кубика и в общем разобрал утопил лучшим следующим я нашел холанда и также холанда разобрал ну а дальше пришлось уже настреливать на том кто был вот на ямато на монтане немножко по смоленску пострелял из него кстати пациент это дельта и вытащил по другому смоленску уже пришлось чуть меньше настрелять минотавру тоже ну залу все такое мелочи и как вы видите по серебру то есть тоже неплохо получилось ну и по опыту принципе тоже но применять постоянно эффективно такой билд не получится поскольку эсминцев бывает в бою так один-два а если есть еще авик то он соответственно заберет эсмин скорее всего бы первым так что чаще приходится реализовывать артиллерию на дальней дистанции дистанции в 16 3 километра вот я кстати реализовываем на бэбэшки поскольку они хорошо пробивают крейсера да и линкорова конечность принципе то и наносит им тоже значительный урон в этом бою конечно наш получилась победа но вот в следующем так эффективно сыграть уже не получилось и в этом бою я не смог применить свой радио пеленгатор поскольку мои союзники разобрали вражеские эсминцы гораздо раньше чем я но тем не менее все равно на этом эсминце удалось занять третье место в команде что весьма таки неплохо то есть если бы я просто смог реализовать свой урон по эсминцам и крейсерам то соответственно был бы на первом ну или на втором и в этом бою мне удалось помочь захватить точку выдавить вражеские эсминец затем по пеленгу я просто преследовал просто врезался в остров и тревога соответственно его догнал я в принципе мог бы доносилы если бы не врезался с применением расходника на века просто с легкостью забираем эсминец дальнейшие мои действия это были конечно ошибка поскольку надо было просто спрятаться за остров врезавшись в него я решил спектировать на мисмарк вот не разбирается и висмарк на пмк и на гк плюс из дымов работает помещение вражеского скалинца выведены из строя но кинули соответственно но если бед не допустил эту ошибку выскочил за острова на линкор то на себе можно было обсуждать гораздо лучше и победу не знаю но он и лучше точно потому что так я большую часть крейсер противник выведены стройка в никуда и при этом вы засунулись на торпеду дальше мне пришлось отойти и работать с дистанцией вот как раз мне и пригодился перк усиленная огневая которая увеличивает и дистанцию с 13 километров до 16 и 3 попадать на такой дистанции на эсминце ну сложновато конечно но в принципе реализовывать хилки здесь нету хабаровска поэтому считаю этот перк таким необходимыми для живучести поднятия живучести самого эсминца дальше я решаю поддержать союзный эсминец с рлс-кой блэка но замечаю что выходит на меня саммерс подсвечивает его блэк но разбираю на артиллерии и я опять-таки же с применением расходника на гк вообще фуловый эсминец был за считанные секунды уничтожен то есть билд у меня весьма эффективен и работает довольно таки хорошо ну дальше команда начала потихоньку потихоньку сливаться я пытался присоединиться к минотавру помочь ему поддержать да и прикрыться от авика именно пво минотавром но выиграть бои тут уже никак не получится настреливаю урон просто по авику дабы быть хотя бы чуть чуть выше чем в середине списка в общем вот такой вот бой не все бои получается выиграть ну всем спасибо за просмотры пишите комментарии задавайте вопросы если что кому не ясно или кто-то хочет что-то узнать другое или может быть свой предложите билд перков пишите подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ну и не скучайте всем спасибо всем пока пишите комментарии Продолжение следует...